Успенский пост проходит всегда в одно и то же время с 14 по 27 августа. Он установлен с древних времен христианства. Первые упоминания о нем известны с середины V века. Он единственный посвященный Богородице и почти такой же строгий, как и Великий. Есть рыбу можно только на праздник преображения Господня 19 августа. Но, как рассказывают священники, главное во время любого поста не пища телесная, а пища духовная. Самое главное в течение поста это не гастрономические ограничения, а молитвенное и покаянное настроение. Это совершение добрых дел, дел милосердия. Это участие в богослужении, в таинствах исповеди и причастия. Если этого нет, то чтобы мы не ели, никакой пользы это не принесет. Как оказалось, во время опроса общественного мнения обычных самарских христиан в городе много. А воцерковленных, то есть старающихся жить по закону Божьему и посещающих храм мало. Успенский пост не всем в радость. Сил не хватает, разумения не хватает, чего-то еще, веры не хватает. И потом пост это что? Пост это не злобливым быть. Прежде всего, а не то, что что-то не кушать. Говорят, что это самое очищение. Ну, я не знаю, как это само очиститься. Ну, наверное, что-то есть в этом. Нет, не пробовал. Желаний нет. Потому что, ну, мне кажется, я и так чистый. Я грехов не совершаю, вроде бы. Так мне кажется. Внутреннее отношение к себе, посмотреть, разобраться внутри себя, откинуть такие вещи, в общем-то, греховные, как-то. Это и для здоровья полезно, в общем-то. Без сомнения. И то, и другое в комплексе. Церковная жизнь добровольно принуждать себя к духовному или гастрономическому подвигу не стоит. Если я, например, верю в Бога, если я люблю Бога, то я добровольно все это делаю. Если же веры настоящей, веры нет, то заставляй, не заставляй, увещевай, запугивай, ничего не изменится. Только любовь к Богу. И больше ничего. Настоящие христиане стараются победить свои недостатки, вернуть мир и согласие в отношениях с людьми. Особенно во время больших постов. Их в году четыре. Рождественский, Великий, Апостольский и Успенский. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.